МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить». Это еженедельный обзор событий, происшествий и мероприятий в изложении наших авторов. Темы будут различны, прежде всего общегородского масштаба, но надеемся, что они будут интересны. Вот краткий анонс итогового информационного выпуска. С первым отчетом глава администрации Рязани Олег Булеков отчитался перед депутатами Гордумы о проделанной работе. Дым и пламя. В Рязани началась патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Действительно ли помним, корреспонденты побывали на улице прославленной летчицы Антонины Леонтьевны Зубковой и посмотрели, насколько украшена эта улица в канун юбилея Победы? Ну а теперь обо всем подробнее. В этот четверг состоялось заседание Рязанской городской думы. Главным вопросом в повестке дня стал отчет главы администрации города Олега Булекова. Мэр Рязани около часа отвечал на депутатские вопросы, часть которых касалась и резонансных тем, как, например, концессия водоканала. Но спрашивали и о других проблемах, с которыми сталкивается городская власть. 23 апреля на заседании Рязанской городской думы глава администрации Олег Булеков представил депутатам отчет о результатах деятельности администрации города за 2014 год. Во главе стола встал вопрос признания прибыльности городского водоканала. Однако прибыль сложилась не по основным видам деятельности. То бишь, такие пункты, как водоснабжение и водоотведение по итогам прошлого года, оказались таки убыточными. Сумма убытка – 100 миллионов рублей. Общая прибыль, которая сложилась, это прибыль за счет подключения. И эти средства могут быть направлены только лишь отражаться в инвестиционной программе. Поэтому на сегодняшний день администрация абсолютно уверена, что ни один бюджет не потянет таких инвестиций для того, чтобы модернизировать систему водоснабжения и водоотведения города Рязани. А вы слышали в моем докладе это 70% износа сетей. В своем отчетном докладе Олег Булеков привел рейтинговую оценку нашего города по ряду социально-экономических показателей. Так, по показателю инвестиций в основной капитал, Рязань уже второй год подряд занимает третье место в ЦФО, уступая лишь Калуге и Ярославлю. В 2014 году в городе Рязани было введено 355,6 тысяч квадратных метров жилья, что практически соответствует уровню прошлого года. По показателю ввода жилья на 1 тысячу жителей город Рязань находится на третьем месте в ЦФО. Объем розничного товарооборота вырос также на 4% и соответствует 8-й рейтинговой позиции из расчета на душу населения. Численность жителей города Рязани составила 533 тысячи человек и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 0,5%. Среднемесячная заработная плата выросла на 8% и составила 29,8 тысячи рублей. В 2014 году в рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» проведен конкурс по предоставлению грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства. Всего 19 бизнес-планов получили субсидию по возмещению части понесенных затрат, что составляет лишь 0,06% от общего числа малых и средних предприятий. Одним из приоритетных направлений является обеспечение потребностей в детских садах. Целенаправленная работа администрации города по данному вопросу на протяжении уже нескольких лет дает видимые результаты. На сегодняшний день обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%, а детей в возрасте от 1 до 3 лет 94% от числа желающих посещать детский сад или ясли в этом учебном году. В целях ликвидации дефицита мест в детских садах в 2014 году построен детский сад в микрорайоне Братиславский и проведена реконструкция трех детских садов. В результате появилось дополнительно 300 мест. Открыты две дополнительные группы в детских садах. Это еще дополнительно 50 мест. И кроме того, созданы дополнительные места в группах за счет оптимизации и рационально использования помещений с учетом древних нормах Санпинов. За счет этого произошло увеличение мест на 1000 единиц. Среди прочих задач, которые предстоит решить нам в 2015 году совместно с депутатами и всеми жителями города, Олег Булеков выделил празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и 920-летию Рязани. Эти знаменательные даты мы красной строкой обязаны вписать в историю нашего родного города, подчеркнул глава администрации. На заседании Рязанской городской думы продолжилась тема, связанная с недопущением журналистов на заседание некоторых профильных комитетов. На заседании Рязанской городской думы депутаты приняли заявление по информации Центра правовой поддержки журналистов Общероссийского народного фронта. Напомним, что 15 апреля 2015 года на официальном сайте Центра была размещена статья с заголовком. ОНФ просит Генпрокуратуру разобраться в Рязани с ущемлением прав журналистов, не допускающихся на заседание думы. Информация не соответствует действительности. Работа со средствами массовой информации ведется в строгом соответствии с действующим законодательством и регламентом думы. Журналисты имеют свободный доступ на заседание представительного органа. Для прессы оборудована специальная комната, где они могут следить за прямой трансляцией заседаний думы, свободно пользоваться мобильными телефонами и оперативно передавать необходимую информацию в редакцию. Поэтому информация, размещенная на сайте Центра правовой поддержки журналистов, трактуются депутатами как оскорбление. В заявлении, принятом решением думы, в частности, говорится о том, что практика работы аналогично той, что сложилась на федеральном и региональном уровнях. Депутаты оставляют за собой право принять соответствующие меры на такие высказывания. Заседание состоялось в четверг, а в пятницу председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев прокомментировал решение депутатов, принятое в отношении статьи на официальном сайте Центра правовой поддержки Общероссийского народного фронта. Андрей Анатольевич, скажите, пожалуйста, каким образом регулируется взаимодействие Рязанской городской думы со СМИ? Регламент взаимодействия Рязанской городской думы со средством массовой информации был принят еще в 2010 году. Он соответствует аналогичным регламентам в законодательных органах власти Рязанской области, других субъектов Российской Федерации, Государственной думы Российской Федерации. А что послужило причиной заявления депутатов Рязанской городской думы? Это заявление мы приняли потому, что депутатский корпус был возмущен тем, что за официальными разъяснениями никто не обратился, была использована непроверенная информация и было принято все на веру. Данное заявление было принято подавляющим большинством голосов депутатов. А каков порядок посещения журналистами Рязанской городской думы? Представители средств массовой информации могут посещать пленарные заседания думы, заседания комитетов, депутатские слушания, другие мероприятия думы на основании аккредитации в соответствии с законом о средствах массовой информации. Данное положение предусмотрено действующим регламентом. А теперь о другом. На этой неделе по всей стране началась патриотическая акция «Георгиевская ленточка». За прошедшие 10 лет, когда впервые на улицах городов молодые активисты стали раздавать оранжево-черные ленты прохожим, «Георгиевская ленточка» стала настоящим народным символом победы в Великой Отечественной войне. В Рязани проходит патриотическая акция «Георгиевская ленточка», которая объединяет миллионы людей не только в нашей стране, но и за рубежом. Впервые она появилась весной 2005 года на улицах российских городов. Акция объединила людей разного возраста и социальных групп. «Я предлагаю вам, ребята, быть внимательными. Именно действительно, как сказали, здесь враг, ижок поднимает их в голову. Мы должны беречь, быть, мы должны активно защищать нашу родину. Любите родину и защищайте ее. Защищайте так, как защищайте ее сегодня. Завтра, всегда, а день победы сохраним на века». Акция «Родилась стихийно» выросла из интернет-проекта «Наша победа», на котором в течение года публиковались народные истории о том, как ту или иную семью коснулась Великая Отечественная война о фронтовиках, партизанах, тружениках тыла, о фронтовых романах и неизвестных подвигах. Главной целью акции стало стремление во что бы то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить. В Рязани на Скорбячинском мемориальном комплекте прошел митинг. Участниками стали представители общественных организаций, школьники, студенты, спортсмены. Георгиевская ленточка является репликой традиционной георгиевской ленты. Ее черно-оранжевые цвета стали символом военной доблести и славы России. В этот четверг 75-летний юбилей отметил 360-й авиаремонтный завод, который располагается в Дягилево. Свою историю предприятие ведет с авиаремонтных мастерских в далеком Забайкалье. За годы Великой Отечественной войны мастерские возвратили в боевой строй более 1200 самолетов Пе-2, Ил-2, Ил-10, По-2. Ну а после передислокации в Рязань завод становится базовым ремонтным предприятием для самолетов дальней авиации, продлевая жизнь самолетам Ту-16 и Ту-22 всех модификаций. Нынешний год выдался богатым на юбилеи. Главное, это без сомнения, 70-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Но есть еще одна значимая дата. Отмечает свое 75-летие авиационный Рязанский завод. 75 лет – это серьезная дата для человека, а для завода такого масштаба это значимое начало пути. На протяжении многих лет завод поддерживает обороноспособность и безопасность страны. А трудовые династии и высококлассные профессионалы – основа основ для предприятия, отметил губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Главные герои праздника – ветераны. Это те люди, кто стоял у истоков строительства цехов, кто перевозил в 50-х заводское оборудование на Рязанскую землю из-за Байкалия, те, кто начинал здесь работу с нуля. Ценные подарки и грамоты получили сегодня заслуженные работники, инженеры, начальники цехов. И хотя работники авиаремонтного завода связаны с авиацией только на земле, про них сегодня звучат заслуженные ими слова. Кто хоть однажды был крылатым, приписан к небу навсегда. – 360-й авиаремонтный завод – это предприятие оборонного комплекса страны. А вот на этой неделе появилась информация от регионального Минсельхоза, из которой стало известно, и об успехах рязанских аграриев. Об этой и о других экономических новостях расскажет в своей рубрике Алена Куколева. Добрый день! С вами Алена Куколева, и это обзор экономических новостей. Накануне в СМИ появилась информация о том, что в марте средний доход на душу населения в Рязанской области составил почти 22,5 тысячи рублей. Об этом информирует сайт «Рязаньстата». Это на 8,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а также на 6,5% больше, чем в феврале этого года, когда средний душевой доход составлял 21,102 рубля. Ряд экономических экспертов высказывает мнение, что повышение номинальной заработной платы может отличаться от изменений в реальности, тем более в нынешних экономических условиях. Ну, вообще-то цифра очень интересная. Если выйти на улицы и сказать простому народу об этом, они будут веселиться. Но чтобы этого веселья не было, я могу вот что сказать. Речь идет об увеличении номинальных выплат. Есть номинальные значения и есть реальные значения любых денежных выплат. Номинальное значение может увеличиться, а в этом случае совсем не обязательно, что и реальные повысятся. Более того, реальные может сократиться. Очень интересно, действительно, мне очень интересно, откуда вот увеличились эти выплаты. Вообще-то денежные доходы населения являются функцией производства или увеличения доходов на производстве. Насколько я знаю, за три месяца этого в нашей области, и не только нашей области, даже во всей России не наблюдается. Следовательно, эту причину исключаю. Второй момент. Увеличение денежных выплат. Они могут быть по определенным, значит, статьям увеличены. Ну, реально. Могут быть пересмотрены заработные оплаты в сторону увеличения. Но, к сожалению, и такого у нас не происходило. Поэтому мне думается, что такое увеличение номинального значения этого показателя может быть из-за следующих обстоятельств. Во-первых, из-за увеличения пенсионных выплат в соответствии с указом президента. Вторая причина, на мой взгляд, связана с неприятным явлением, как безработица. А она, значение безработицы в стране увеличивается, и в нашей области тоже. Получается так. Количество работников сокращается, а денежные выплаты на оставшихся, они, в общем-то, увеличиваются значения. Еще этот фактор не так же, не убедительный для меня, но, тем не менее, обычно в марте подводятся итоги за хозяйственный год акционерных обществ. Но я сильно не верю, что какие-то акционерные общества дали очень высокие дивиденды своим собственникам. К другим новостям. Накануне власти Рязани обсудили меры по борьбе с кризисом с профессионалами рынка жилищного строительства. Было отмечено, что в 2015 году, несмотря на кризисные явления в экономике, перед рязанскими строителями стоят непростые задачи. Всего в этом году по области планируется ввести в эксплуатацию более 650 тысяч квадратных метров жилья. Снижение спроса населения на жилье на фоне роста объемов жилищного строительства за первый квартал 2015 года привело, по данным еженедельника Домстрой, к небольшому снижению цен на недвижимость на первичном рынке на 2,6%. Предприятия пищевой промышленности Рязанской области наращивают производство продуктов питания. По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, в первом квартале 2015 года в регионе увеличено производство основных видов продовольствия. Комментируя итоги работы, первый заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Андреев отметил, что западные санкции стали стимулом для активизации работы по импортозамещению продуктов питания, а следовательно и для развития аграрного сектора. По его словам, в АПК региона реализуется около 40 проектов на сумму свыше 40 миллиардов рублей, направленных на импортозамещение. Импортозамещение современной российской ситуации мне кажется основой для вытягивания вообще нашей экономики. Дело в том, что импортозамещение означает замену товаров, которые мы берем за границы, покупаем за границы, замену российским производством. Исходя из последней информации, становится понятно, что в современных сложных экономических условиях импортозамещение – это жизненная необходимость для отечественной экономики. На сегодня у меня все. Хороших вам выходных. До свидания. А теперь вновь возвращаемся к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Тогда на фронт было мобилизовано около 300 тысяч рязанцев, из которых только менее половины вернулись домой. Среди воевавших более сотни человек стали героями Советского Союза, а около 60 фронтовиков стали полными кавалерами Ордена Славы. Многие улицы города Рязани названы именами героев Великой Отечественной войны. Невысокая миниатюрная девчонка со светлыми волосами и задорными серыми глазами. Так друзья и сослуживцы описывали Тоню Зубкову. Они же ее называли ласково «Зубок». Кому сегодня известно о селе Симеон в Краблинском районе? А ведь именно в этом местечке 12 октября 1920 года в крестьянской семье родилась героиня Великой Отечественной войны знаменитая летчица, штурман-бомбардировщика Антонина Зубкова. Окончив среднюю школу, Антонина в 1938 году стала студентом механико-математического факультета Московского университета. Курс Зубкова считается летным. И его выбор по праву можно назвать судьбоносным для девушки. Училась на механико-математическом факультете, который и по сей день считается самым сложным и неженским факультетом. Спустя три года, летом 41-го года, с началом войны, она оставила университет. Надо сказать, что девушке попасть в армию было непросто. Надо было большую настойчивость проявить. Воевала в 125-м гвардейском полку на самых, что ни на есть, мужских бомбардировщиках Пе-2. Уроженка Кораблинского района. В честь нее на родной земле названа улица и школа в Рязани же. В честь нее назвали большую-большую улицу в спальном районе. И проживают на ней десятки тысяч людей, между прочим. Но знают ли сами рязанцы на улице имени кого они живут? Скажите, пожалуйста, вы знаете, кто такая Зубкова? По-моему, сейчас, по-моему, участница Великой Отечественной войны. Вы живете на улице Зубковой? Да. Вы знаете, кто такая Зубкова? Да, летчица. По-моему, это связано с войной. Вы знаете, кто такая Зубкова? Зубкова-летчица. Зубкова, не знаю. Знаете? Нет. Вы знаете, кто такая Зубкова? По-честному, нет. Нет. Можно сказать, семь из десяти и знать не знают, что в графе их прописки указано имя Героя Советского Союза. Обратите внимание, отвечали далеко не школьники, а именно взрослые люди. Да и сама улица, если уж сказать по правде, никаких опознавательных знаков не имеет. Ни памятника, ни мемориальной доски, никаких упоминаний о том, чье имя она носит. Но это для незнающих оправданием не является. Да и на саму улицу без слез не взглянешь. Разбитая дорога, ни козистые магазинчики, ни к лету, ни тем более к 9 мая городские службы улицу не подготовили. Об обязательности непрерывности и постоянства обучения врачей всех профессий и квалификаций на неделю обсуждали в Рязанском медицинском университете. Непрерывное образование как основа для повышения качества медицинских кадров. Конференция с таким названием открылась в пятницу в кузнице кадров всего Рязанского здравоохранения Рязанском медицинском университете имени академика Павлова. Что и сказать, требования к лечению пациентов за последние годы значительно выросли. Современной медицины, и это касается не только оказания высокотехнологичной помощи, но даже и общей врачебной практики, требуют от докторов обладания большим объемом и глубиной знаний. Врач, медицинский работник, работник со средним профессиональным образованием, наши медсестры, должны учиться всегда, должны учиться постоянно. И когда врач действительно за рутиной своей работы уходит от образования, это очень плохо. Он теряет нить новостей, а новости в медицине, они приходят практически каждый день. Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий, обращаясь к студентам, рассказал им о своем жизненном пути и призвал ребят не бояться идти в медицину, в том числе работать в районных больницах. Мы сейчас прикладываем максимум усилий, чтобы ребята поняли, что они необходимы региону, они необходимы здравоохранению, они необходимы жителям нашего города, они необходимы потенциальным пациентам. Поэтому мы постараемся дать им понять то, что их будущая профессия крайне востребована, крайне необходима для жителей нашего города. Что касается непрерывности обучения медицинских работников, то надо отметить, что в Рязанском медуниверситете существует молодежный совет по качеству. Активисты опрашивают студентов различных факультетов и выясняют, как конкретно можно улучшить методику и качество преподавания. По итогам конференции будут сделаны и практические выводы о том, какими путями следует повышать качество подготовки медицинских кадров. И еще одно мероприятие состоялось в стенах Рязанского медицинского университета в эту пятницу. Вуз посетили ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, а также те, чье детство пришлось на страшные и суровые годы обороны страны от фашистских захватчиков. Именно им, детям войны, особенно остро запомнились картины трагедии и перевернутых судеб. О своих непридуманных жизненных историях они рассказали студентам-медикам. Особенность у нас встречи та, что кроме фронтовиков мы сюда пригласили еще и тружеников тыла, категорию граждан-дети войны, чтобы они рассказали нашей молодежи, что не только солдаты на фронтах Великой Отечественной войны ковали победу, но и в тылу. Наши женщины, наши матери, наши сестры, которые отдавали все для фронта, для победы. Помимо рассказов ветеранов Великой Отечественной войны, для студентов выступали активисты, а также музыканты-десантники из группы «Контакт». И в продолжение медицинской тематики. Современная проблема и уже не только среди молодежи – это интернет-зависимость. Ей страдают многие миллионы человек, но она излечима. Верится, конечно, в это с трудом, но вот таково мнение специалистов. Компьютеры значительно упростили нашу жизнь. Если раньше для того, чтобы найти информацию, нужно было сидеть в библиотеках и копаться в справочниках, то теперь достаточно просто набрать слово в поисковике. И сейчас без них уже трудно обойтись. Работа, общение, отдых – все связано с компьютером. Теперь в соцсетях легко найти друзей, знакомых, одноклассников, с которыми нет возможности увидеться лично. Но, несмотря на все это, как известно, у медали есть и обратная сторона. И у некоторых теперь появилась компьютерная зависимость и зависимость от компьютерных игр. И это уже можно назвать психологическим заболеванием, которое вполне способно испортить жизнь. Теряется утрачивать социальные связи, человек перестает следить за собой, появляется снижение социального статуса, утрата друзей и так далее. Человек, которого мы так или иначе отлучили от компьютера, чаще всего мы говорим все-таки о ребенке, но сейчас эта проблема касается очень часто и взрослых людей. Мы видим такую же абстиненцию. То есть у человека проявляются похожие вещи, как у алкоголика. У него появляется неусидчивость, у него появляется тот же тремор, дрожь в руках. У него появляются компульсивные, то есть постоянно возвращающиеся мысли о том, что нужно хотя бы одним холоском заглянуть. Компьютер уже не выключается, он работает постоянно. Вплоть до потери аппетита, вплоть до нарушения сна. Появляется желание постоянно увеличивать время, проведенное за компьютером. Причем как посещать сайты, чаты, социальные сети, так и играть в игры. Это один из видов компьютерной зависимости. Так реальность уже перестает радовать. Вся жизнь уходит в онлайн. Ведь там гораздо проще осуществить свои мечты и задумки. Поэтому последствия тут могут быть не только психологические, но даже и материальные. Ведь созданного компьютерного персонажа хочется сделать лучше, чем у других. Победа – главная цель, а итог – потеря денег и немалые долги. Поэтому из-за пристрастия к компьютерным играм бывали даже случаи суицида. Конечно, это уже крайность. А если говорить о том, что бывает в большинстве случаев, из-за постоянного сидения за компьютером, и тем более от компьютерных игр, так это испорченное зрение. Надо сказать, что воздействие компьютеров на взрослого на ребенка существенно отличается. Как по спектру факторов, так и по тем последствиям, которые мы в итоге имеем. Как правило, у ребенка или подростка может развиться близорукость. У взрослых же несколько другая ситуация. При длительной работе значительно уменьшается количество моргательных движений. Это приводит к тому, что нарушается свойство слезной пленки, и появляются симптомы так называемого сухого глаза. Иногда даже может возникнуть ситуация, когда требуется срочное вмешательство специалистов. Но если случилась острая проблема со зрением, то лучше не тянуть и обратиться в пункт неотложной помощи. Здесь оперативно проведут все необходимые исследования. Так что если заметили что-то неладное, не тяните. Запущенное заболевание – это всегда плохо. Старайтесь чередовать работу за компьютером хотя бы с 20-минутным отдыхом от него. Все хорошо в меру. И на этом наш итоговый выпуск новостей подошел к своему завершению. Желаем вам приятных выходных и до встречи в эфире на следующей неделе. До свидания. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин